У нас в гостях на послематчевом интервью защитник команды ЦСКА Егор Скворцов. Егор, пару слов об игре, о противнике, о своих ощущениях. Ну, поначалу была игра довольно тяжелая в центре поля, а потом уже более-менее у нас начали получаться атаки, но неприятно пропустили гол в первом тайме, который чуть-чуть ослабил наши атаки и вдохновил их. Но после второго тайма, хоть и пропустили в начале, все равно собрались. Я хочу сказать спасибо своим парням за то, что все-таки не опустили руки, забили два, сравняли. Конечно, хотелось бы увозить с Казани три очка, но такому результату я тоже вполне доволен. Ну, то есть больше, получается, приобрели или все-таки потеряли? Ну, мне кажется, скорее всего потеряли, хоть и отыгрывались по ходу матча, потому что по такой игре, я считаю, мы намного приспочительнее соперников смотрелись и должны были выигрывать. Все понятно, спасибо большое, удачи в дальнейшем. У нас в гостях тренер команды ЦСКА Андрей Плохетко. Андрей, пару слов об игре, что не удалось, чем довольны, чем, возможно, недовольны. Ну, наверное, никогда не бывает так, чтобы было всем довольны. Было немножко такое в голове у мальчишек, сидело предыдущее поражение с достаточно крупным счетом, поэтому видно было, что поддавливало немножко на состояние такое моральное. И не скажу, что прям сразу справились. В первом тайме были такие ошибки и результативные. Проигрывали 0-2, но порадовало то, что проявили определенный характер, сравняли. И, в принципе, в конце там были моменты, что можно было еще забить третий. Но также были у соперника моменты. Поэтому будем дальше смотреть, анализировать и разбираться, чтобы это все исправлять и улучшать. Вот подопечный вас только что высказался, считает, что больше скорее потеряли, чем приобрели. Ваше мнение какое на этот вопрос? Ну, знаете, как нам людям постарше, может быть, кажется так, тем более с бровки. Ему с поля видится совсем по-другому. Ну, я считаю, что именно так и должен спортсмен отвечать, потому что завышенные требования всегда надо к себе предъявлять. И всегда надо быть вот чуточку недовольным. Все понятно. Спасибо большое. В дальнейшем удачи. Спасибо. У нас в гостях Александр Хараськин, главный тренер команды «Рубин». Александр, буквально пару слов, что не удалось. Все-таки вели 2-0 и в итоге 2-2. Обоюда острая игра с большим количеством голевых моментов, как у соперника, так и у нас. Где-то им не повезло, где-то нам в завершающей части тоже. Могли и вести, могли и проигрывать. Жалко то, что вот этот пробитый, как сказать, поставленный пенальти психологически, скорее всего, сбил с толку игроков и потеряли концентрацию. После этого начало появляться очень много голевых ситуаций в наши ворота. Пропущенный предыдущий тур мог как-то на тонусе, на общей игровом сказаться? Нет, но потому что график сейчас как бы нелегкий. Наверное, пропущенная та игра, наоборот, где-то дала нам время для того, чтобы максимально восстановиться и подготовиться к этой игре. Все понятно? Спасибо, удачи в дальнейшем. У нас в гостях игрок казанского клуба Даниил Моторин. Даниил, что не получилось, на твой взгляд? Почему не удалось все-таки игру до конца довести, до победы? Я думаю, что после пропущенного гола мы опустили руки, перестали играть в наш футбол, потеряли концентрацию и потеряли ритм, темп игры. На этом и сказался и второй гол, и итоговый результат ничейный. Физически не ощущалось какой-то ямки в потере тонуса из-за пропущенной игры? Или наоборот, легче только было из-за дополнительного выходного? Легче не может быть, конечно, но после пропущенного гола и времени оставалось мало, и сыграли, получается, больше половины игры. Конечно, становилось тяжелее играть. А так, думаю, мы показали себя более чем достойно. Результат придет. Удачи в дальнейшем. Спасибо большое.